Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные адроид-игрушки и возвращаемся проходить башню... Холодной войны, да, вспомнил. Собственно, мы уже на 150-м бою, то есть три четверти башни у нас, грубо говоря, пройдено. Будем приступать сейчас к следующим боям. Ну и у нас будет 160-й бой. Я думаю, там будут уже достаточно жесткие боссы, которых мы вряд ли пройдем с одной попытки, но мы попытаемся. Посмотрим, получится или не получится. Медленно, но верно, мы подбираемся с вами к финалу. Если все пойдет идеально, то уже послезавтра у нас будет финальное видео по башне. Если мы, конечно, не встрянем на каких-нибудь боссах. Так, достаточно всего одного, неприятное ограничение, конечно, но... Пока, я думаю, противники не настолько жесткие. Чтобы вынести даже одного из наших персов. Ну, пробей ты блок-то, наконец-то. Так, ну, начало положено, начало уже неплохое. Соответственно, сначала нам надо будет отыграть 10 боев чисто... С этими, как они называются. С обычными противниками, но, соответственно, после первых 9 боев у нас будут боссы. И у нас на них будет примерно 6 попыток, чтобы пройти. Ну, давайте попробуем. Я даже не буду здесь ставить джейд на первый слот. Не думаю, что всплеск энергии поможет противнику мне нормально продамажить. Да, я получу оглушение в начале матча, но это, опять же, не критично абсолютно. И у меня такое ощущение, что на 60-м бою будет действительно какие-то жесткие боссы. Возможно, тот же Шан Сунг с ракетами, но встретится. Я не помню точно, в каком бою он должен быть. У нас есть некоторое количество снаряжения, поэтому... Мы должны нормально так... Протанковать, если чё. Ну, кстати, неплохо он задамажил на 11%. Этого чувака всё ещё недостаточно. Чтоб вынести моего Скорпиона. Ну, конечно. Блин, больно бьют. Противника уже реально нормально так сносят по здоровью. Боссы боссами мне бы хотя бы сделать так, чтобы мне не пришлось... ...переигрывать обычные бои. То есть, хотя бы в обычных боях мы должны всё пройти с первой попытки. В идеале. Конечно, возможно, там будет какой-то супер-мега-убер-жёсткий бой, но... ...пока вроде нормально идёт. Ну, самое страшное начнётся, я думаю, как раз-таки... ...либо после 60-го, либо после 80-го боя. Я думаю, после 80-го. Уже будут жёсткие промежутки. А пока, в принципе, и так пойдёт. Так, ну, кто у нас следующий? Атаки с кровотечением. Окей. Это меня абсолютно не пугает. Это, наоборот, только мне в плюс будет из-за того, что я хилюсь от негативных эффектов. Благодаря пассивке Джейд. Ну, тут они даже не успели меня атаковать толком. Хотя куда-то мои 2% здоровья всё-таки испарились. Наверное, это из-за того, что там была эта... ...Скарлетт, которая немножко возвращает урон, когда у неё низкое здоровье становится. Так, следующий, пожалуйста. Скорпион про... Ой, ветер Арктики. Ещё и этот грёбаный Люкан. И Кабал ещё. Неприятный бой. Но я надеюсь, мы справимся. Ну, самая задница, как говорится, ещё впереди. Если удастся 160-й бой пройти с первой попытки, в чём я очень сомневаюсь, то у нас будет дофигища ещё попыток. В идеале, конечно, пройти эту башню... ...три раза. Но для этого надо как можно меньше раз проигрывать. В обычных боях. И, соответственно, боссах. Давайте, используя здесь первый спецприём. Блин, плохо, что не Кабал вышел. Блин, я же вроде поставил блок, чё он меня пробил. Ладно, окей. Начинается, начинается вот это вот. Ну, хотя, фринк... Нифига себе, когда он успел. Грёбанный ветер Арктики, серьёзно? Как же ему везёт с ветром Арктики, а мне не везёт с ракетами. Они только под конец вылетели, когда уже, по сути, были не нужны. Ну, типа, неприятные бои, но не более того. То есть, мы на них всё равно не задерживаемся, ибо... ...противники тут достаточно такие лайтовые. Не особо живучие, не особо дамажищие. Опять же, всё изменится уже к... ...получается... ...к какому там бою? К восьмидесятому, я думаю, примерно. Капец, это мы с вами отыграли, получается, только четыре попытки. Но бои реально, бои теперь длятся дольше, чем обычно. Это прям заметно. Но сложностей пока, как таковых, у нас не возникает в прохождении. Я чё-то модификатор не посмотрел, прежде чем начинать новый бой. Оглушение. Неприятно. Тут главное не давать противникам себя атаковать. И атаковать самому... ...первые. Ну вот, видите. Сразу оглушение получил. Ну ладно, хотя бы второй раз она не сработала. Но я не смог пробить блок. Ты можешь пробить блок? Алло, игра. Ну и давайте забьём его уже через первый. Изи. Всё-таки минус, конечно, того, что пистолет, он с не очень высоким шансом пробивает блок противника. Это, конечно, да. Получаем карточку алмазного спецприёма 3. Кстати, не такая плохая карта, на самом деле. Потому что у меня не все алмазные персы имеют прокачанный третий спецприём. Так, первый откат пошёл. Души у меня уже, как видите, потихоньку заканчиваются. Но у меня сейчас задания стоят. То есть я с заданий там 70 душ подниму. И потом сегодня ещё обновлю задания ночью. Ближе к ночи. И, соответственно, получу ещё определённое количество душ. Можно бы ещё рекламку посмотреть. Ещё 50 душ получить. Ещё с СП можно душ залутать. Нормальное количество. Но рекламу я, наверное, не буду смотреть. Не лень. Так, тёмная магия. Неприятное ограничение. Сейчас все ограничения уже будут неприятными, судя по всему. Но она работает только на Джейд. На Скорпионе она, видите, не работает. Пробиваем блок. Замечательно. Добиваем Люкана. Выходит последний противник. А именно Шоу Кан. Мы с ним тоже достаточно простенько разбираемся. Поехали дальше. Боссы у нас всё ближе и ближе. Ближе и ближе. Скоро мы с ними столкнёмся. Джакс. Ужас за лицо. И Круготени Сабыч. Потом в промежутках, наверняка, на всяких Саб-Зирах будет дурацкая вот эта погодная война стоять. И она будет очень сильно мешать нам. Хотя, с другой стороны, в промежутках она не так опасна. Ибо она не десятого слияния бывает. Ну, точнее, она всегда не десятого слияния. И, соответственно, её пассивка не так сильно работает, как должна. То есть, при смене она обычно там заморозку вешает или чё-то вроде того. Так. Атаки с кровотоком. Окей. На, получай, расписывайся. Минус один. Удалось продолжить комбо через убийство первого противника. Ну, и здесь как бы изи. Опять же, нету абсолютно никакого смысла, используя спецприёмы пока что. В большинстве боёв. Только когда какой-нибудь бесячий кабал выходит или чё-то вроде того. По дропу скудненько. В основном одни монеты. У нас осталось всего три партии боссов. То есть, три по три. На шестятом, на восьмидесятом и, соответственно, на двухсотом боях. На сто шестятом и на сто восьмидесятом, соответственно. Блин, ну если у меня получится победить боссов на сто шестятом бою с одной попытки, я буду так счастлив. Возможно, даже нужно будет поменять снарягу, если там реально будет шансунг этот дурацкий с ракетами. Может быть, какое-то сопротивление взять или оглушение, или, я не знаю, там, что-то на увеличение здоровья. Допустим, те же перчатки Сони. Я не помню, стоят у меня перчатки Сони на Скорпионе или нет. Ух ты, сразу пробил. Ну вот на него криты не работают, мы его долго будем бить без спецприемов, поэтому здесь я, наверное, первый все-таки заюзаю. О, ну китана вообще очень быстро отвалилась, на удивление. Хотя она обладает неплохим запасом здоровья. Возможно, мне просто повезло с критами или смертельными. Кхм-кхм. О, карта снаряги, правда, она мне абсолютно не нужна. Потому что это снаряжение уже давным-давно вкачано. Мне нужно снаряжение на Синду, на Ночного Волка. Остальные у меня, по-моему, все снаряги вкачаны давно. Следующий и последний бой перед боссами. Блин, какие же боссы будут на 60-м. Вот 100% будет Шан Сунг со своими гребанными ракетами. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Давай-давай, грузи. Враги-кровопийцы. Окей. Достаточно лайтовое ограничение, господи. Пробей блок. Спасибо. Да, и противники тут тоже такие себе. Ну, это изи было. Это был легкий бой. Такс, ну вот мы и дошли, собственно, до боссов. Сейчас посмотрим, сколько на них попыток у нас уйдет. И будет ли там Шан Сунг с ракетами. Опять игра подлагала. Опять, видимо, соединение с серверами у них барахлит. Ну, сейчас тогда я быстренько остановлю запись. Проверю, подожду, чтобы оно прогрузилось. Я перезапущу игру, и мы продолжим. Так, ну я перезапустил игру, и вроде бы мне бой засчитало, да? Судя по тому, что мне дали 4800 монет. Хотя мне могли засчитать и поражение в некотором роде. Капец, что ты играл сегодня как-то? Не, мне не засчитали побед... А, нет, засчитали. Все правильно. Тут же последняя попытка сейчас должна быть как раз боссами. Не, все нормально. Все под контролем. Ну, погнали по... Или не засчитали. Сейчас увидим. Да, засчитали, отлично. И, да, Шан Сунг, и, скорее всего, у него будут ракетами. Ракеты. И монтедлительному урону по времени брутально. То есть, бруталити еще у них есть. И вампиризм при этом. Блин, жопа. Реально жопа. Давайте посмотрим, что у них по снаряге. Так, десятая финка, третья броня, десятые осколки, пятые перчатки. Это не проблема. Десятая финка, седьмая броня, десятые осколки. И погодная война второго тоже вроде бы не так, чтобы жестко. Ну и, конечно, ракеты десятого слияния, телогрейка. Погодная война тоже десятого, то есть, меняться нельзя. И штык еще. Господи, это будет жопа. Это реально будет жопа сейчас. Этот бой будет реально... Далеко не одна попытка будет на него потрачена. Ну, я думаю, вначале мы должны избавиться с вами от Скарлетт и от Саб-Зиро. А дальше уже будем как-то пытаться побеждать Шансунга. Пока непонятно как. Потому что ракеты десятого слияния, это жопа. Но буду делать все, что в моих силах. Блин, на нем еще и погодная война десятого. Вот это вообще, конечно, эпик. Здесь реально надо брать какие-то сопротивления к глушению. Но ракеты будут дамажить капец как сильно, благодаря погодной войне и самим ракетам на десятом слиянии. Как это проходить без Тани, непонятно. Возможно, с Ермаком классическим, который не будет давать возможность восстанавливать Шансунгу здоровье. Но это только первые 30 секунд будет. Вот в чем проблема. Капец, она еще истощает мне силу как-то. А как она мне силу истощает? Что-то я не понял. Почему у меня сила тратится? Мне бы избавиться от Скарлетта и Саб-Зирыча для начала. Главное, чтобы Шансунг сейчас не вышел. Отлично. Уже неплохо идем. За первую попытку мы точно избавимся, скорее всего, от первых двух противников. Так, пошел еще один первый. Сейчас добиваем Сабыча. И вот она, жопа, начинается. Ракеты же еще хилить его будут из-за вампиризма. Точно. Вот и оглушение пошло, но на нем хотя бы есть это... Ээээ... Как его? Слушайте, по-моему, все просто проходит пока что. Но, блин, он сейчас отхилится, зараза такая. Блин, больно. Давай, добей его. Что, неужели пройдено? С первой попытки, офигеть. Повезло, ракеты не так часто вылетали. Отлично. Вообще замечательно. С первой попытки пройти 160-й бой с Шансунгом с ракетами. Блин, это мега круто. Нам очень повезло в этом плане. Ракеты вылетели всего два раза. И при этом у Шансунга были заблокированы спецприемы. Блин, очень повезло. Да-да-да. Это прям круто получилось. За одну попытку 160-й бой, где Шансунг был с 10-го слияния погодной войной и 10-го слияния ракетами. Блин, это круто. Это реально круто. Давайте тогда обновим башню и пойдем с вами уже на обычные бои добивать противников. Изи, блин. Изи просто. Как же снаряга помогает в этом плане. Но если бы, конечно, на Шансунга ни разу не сделал крэшинг, то есть не заблокировал ему спецприемы, он бы и отхилился бы на фулл через второй свой спецприем. И при этом меня бы раздамажил. Интересно, а будут еще ракеты с Шансунгом на 200-м бою? Я вот не помню просто там на 200-м бою что происходит. Но если не будет больше ракет на Шансунге именно 10-го слияния с каким-нибудь там отхилом, то все последующие бои будут не такими сложными. Господи, ни разу пробой блока не сработал. Просто ни разу. А можно мне, пожалуйста, пробой блока? Нет? Спасибо. Так, давайте добьем Скорпиона. Ну, конечно, получаем первый. 85 тысяч без крита. Неплохо. Но недостаточно, чтобы победить меня. А че он хилится? Почему? Он хилится от огня или же он... Он не должен же, по-моему, хилиться от огня. У него ж не было Джейд в отряде. Странно. Ну, возможно, там было просто ограничение на исцеление противников. Как же мало душ. Дайте хотя бы 12 душ, чтобы у меня соточка была на завтра. Ну, я, конечно, еще получу, как бы, задание сегодня и завтра утром два раза души. Но хотелось бы все-таки иметь какой-то запас. Ой, господи, ветра Арктики. Как же мне бесит это ограничение. И, скорее всего, эти ветра Арктики будут и на следующем... На двухсотом бою, в смысле. И еще будут меня подбешивать. Ну, у нас для этих случаев всегда есть замороженная мумия и броня этой... Как она называется-то? Ой. Не телогрейка. Телогрейка, она, по-моему, дает сопротивление только на десятом. Как же она называется, эта броня? А! Силовое поле Данийская Джейд, которая дает 50% сопротивления всем негативным эффектам, включая эффекты от вот этой вот Арктической Бури. Так что на более сложных боях мы, в принципе, разберемся. Так, давайте добьем Соню. Эх, чуть-чуть не хватило мне ее добить. Так, выходит Фредди. Получает ракетами по лицу и мы с ним разбираемся. Ну да, пока все еще изи. Хм. Если кому интересно посмотреть, какое снаряжение стоит на моих персах, в самой первой серии есть это... Я показываю, что я надевал и я не менял ничего с тех самых пор. Восстанавливаем энергию персонажа мы идем на следующий бой. Блин, тут и Джейд, и Люкан, и Нуб Сайбот неприятные противники. Я вот только не помню, у меня наручи Сони стоят на Саб-Зиро, либо на Джейд, либо на Скорпионе. На Скорпионе у меня, по-моему, точно стоит Эпик ракеты. И, по-моему, стоит у меня зеленая карточка какая-то. То ли штык, то ли что-то в этом духе. И стоит еще Эпик на броню. А вот четвертым предметом я не помню, что у меня стоит. Возможно, как раз-таки вот эти наручи, которые дают и бонус к атаке, и бонус к здоровью. Наверное, так оно и есть. О, удалось Джейд разобраться сразу. Не сработало ее уклонение ни разу. Так, ну и с Люканом тоже разбираемся. Ну и Нупсайба тоже у нас отлетает. Изи. Сейчас я, наверное, по мелочи гляну, что у меня на Скорпионе стоит. О, плюс 10к. Ну так себе. Такое. Так, я хотел глянуть, что у меня стоит на Скорпионе. Скорее всего, как раз эти перчатки в Соне и стоят. Нет, смотрите-ка, они стоят. А на ком они стоят? На Саб-Зиру, что ли? Нет. А на Джейд? Подождите, у меня вообще перчатки ни на ком не стоят. А почему? Странно. А почему же у меня тогда не стоят ни на ком перчатке? Они же дают неплохие бонусы. Может быть, не настолько неплохие, и я их не захотел ставить из-за этого. Так, а где они вообще находятся? Так, это Катана. Не то. Четвертое слияние. Перчатки. Они дают у нас 72, 144. А, ну да, они дают не так много. 72 и 144. Когда как зеленая снаряга дает 80 и 160. То есть, зеленая даже в этом плане получше. Ну, может быть, у них какая-то пассивка более сильная? Давайте я посмотрю. Может, мне стоит на ком-то поставить все-таки перчатки, а не зеленую карточку. Так, здесь у нас, допустим, идет пассивка 40% увеличения урона от сной атаки и эффект морозилка способность наложить. А здесь снять положительные эффекты. Неплохо. Но больше ничего не дает. И, а, еще 19% бонус заряду силы тоже неплохо. Ну, наверное, не знаю, в некотором роде она, конечно, лучше, чем зеленая, но в некотором роде вроде и хуже. Я думаю, если я еще одно хотя бы слияние на них получу, можно будет заменить ими какую-нибудь зеленую карточку. Или, может, вообще их на скорпиона поставить, чтобы увеличить его живучесть. Но тогда придется избавляться от эпиков. Хотя, с другой стороны, ну как я могу избавиться от эпиков? У меня один, у меня два эпика на урон, один из них на пробой блока, второй на этот. Но чисто, за счет аксессуара, избавиться от аксессуара. А че там у меня на месте аксессуара стоит? По-моему, у меня не эпик стоит, у меня, по-моему, как раз зеленая стоит карточка. Штык вроде у меня стоит, да? Так, терминатор-защитник, но это вообще не страшно. поехали дальше. Три тысячи, нормально. так, у нас там еще, по-моему, три или два боя осталось. Один вообще? Быстро я дошел, конечно же, даже сам не заметил. Ну ладно, отыгрываем тогда последний бой, на этом будем пока заканчивать. Ну а с Шансунгом, конечно, мне повезло быстро разобраться, это радует. но он и сам по себе быстро отлетал от моих атак. то есть на него там буквально три спецприема использовать и, можно сказать, он уже труп. Шкалы силы заполняются быстрее, окей. Не особо заметно, чтобы они как-то быстро заполнялись. не-не-не, бить меня это плохая идея. Ракеты тебя покарают. Ну и давайте по красоте через первый спецприем закончим сегодняшнюю сессию и через крэшинг, чтобы было вообще прям красиво. Ну все, на этом пока мы закончили. Поэтому буду с вами прощаться, сейчас только получим награду. Ну да, конечно, монеты, кто бы сомневался. Ладно, на этом буду пока заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. А с вами был, как всегда, Ник. Удачи, до скорых встреч, и мы еще обязательно с вами увидимся. А на этом пока что все. И пока-пока. Давай быстрее прогружайся. Все, пока-пока. Пока-пока.